Сессия госсовета началась с правительственного часа. Первым на трибуну вышел министр финансов Владимир Ливандовский. За четыре месяца этого года в Крым из федерального бюджета поступило 15,5 миллиардов рублей в виде дотации и субвенций. Кроме того, в виде налогов в консолидированный бюджет республики за этот год поступило 7,2 миллиарда рублей. План перевыполнили на 30%. В целом работе министерства дали положительную оценку, но внесли пожелания и поправки. У нас не только имеется проблема исполнения акции за 73%, также имеется проблема платежей на землю. Она связана объективно с собственниками земли, которые остались за пределами республики Крым. И думаю, что здесь должны быть жесткие административные решения, то есть неуплата двух месяцев, ну трех максимум. Это, наверное, прописание порядка или действий муниципальных органов власти по пересмотру договоров с землей, которые были заключены. Дмитрий Полонский, министр внутренней политики информации и связи, рассказал о достижениях своего ведомства. Одним из самых значимых выделил очистку полуострова от несанкционированных рекламных конструкций. Всего их было насчитано 5282. 66% из них незаконны. Мы активно начали работу по демонтажу незаконно установленных рекламных конструкций. На сегодняшний момент из незаконных 3473 конструкций уже 1217 рекламных конструкций снесено. Но если вы ездите по трассам, ездите по Симферополю, обратили внимание, что мы начали, наконец, очищать улицы наших городов от этого безобразия, которое накапливало в течение многих и долгих лет. Хочу сказать, что зачищенные от рекламы линии, контактные опорные линии Крым-троллейбуса, вы видите, что мы теперь начинаем их использовать исключительно под социальную рекламу. О социально важной информации доложила министр Елена Романовская. Как будет рассчитываться ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка и последующих. Мы предлагаем для расчета пособия на третьего и последующего детей исходить из 2,5 прожиточных минимумов, установленных на ребенка в соответствующий период в Республике Крым. Например, сегодня за первый квартал установлен прожиточный минимум на ребенка в размере 8741 рубль. Таким образом, для расчета пособия для семей, у которых третий и последующий ребенок родился в 2015 году, будет рассчитываться средний душевой доход семьи в сравнении с 21 852 рублями. И самое большое количество времени ушло на рассмотрение вопроса об изучении крымско-татарского и украинского языков на полуострове. На обязательной основе или по желанию. К примеру, вице-спикер Римзи Ильясов, который ранее настаивал на обязательном изучении в Республике всех трех государственных языков, сегодня предложил ввести обязательное изучение на выбор украинского или крымско-татарского. Предлагаемая редакция более демократична и учитывает социально-политические особенности Крыма. Поэтому еще раз подчеркну, выбор языка, обучение, это безусловное право родителей. Во-вторых, второй государственный язык, украинский или крымско-татарский, будет изучаться как родной для носителя языка и как неродной для того, чтобы знать основы языка, традиции, культуру своего соседа по общему дому под названием Крым. Соответственно, это будет разное количество часов. Над чем надо подумать, и решения сегодня этого нет, но можно это подумать. О том, чтобы нужно стимулировать изучение родных языков, на которых разговаривают наши жители Крыма, наш народ, по сути дела. Мы заинтересованы в сохранении всех языков Крыма, в том числе и украинского, и крымско-татарского. Не просто сохранение, но и развитие его. И обучение каким-то совершенно элементарным словам на добровольной основе, это было бы совершенно признаком хорошего тона для любого образованного крымчанин. Большинство депутатов и представители общественной палаты Крыма не поддержали предложение об обязательном изучении в школах всех трех государственных языков субъекта. Марина Павлова, Евгений Луговской, Служба новостей и ТВ.